Приветствую, друзья! Это так интересно, я вдруг вспомнил, когда я у Вейна проводил исследование в его лаборатории. Там, значит, у него был такой итальянский электроэнцефалограф. Ну, подключали в камере датчики на голове, значит, у испытуемых, которых я научил ключу. Они выходили на состояние саморегуляции, и в этот момент у них дополнительно здесь был прикреплен на запястье вот здесь вот генератор токовых таких вот стимуляций болевых. И здесь из датчиков, из эфолограммы писали, как мозг реагирует в обычном состоянии вначале на эту болевую стимуляцию. Ну, как этот сигнал там проходит и проникает, и оттуда пишется. И когда человек вызывал у себя состояние саморегуляции, вот это вот нервоническое состояние безмятежности, как это проникает туда. И оказалось потом на записях, что как только человек использует ключ, выходит на это состояние, не проникают эти болевые сигналы туда. То есть, по существу порог реагирования корковых структур головного мозга, порог реагирования резко повышается, то есть чувствительность снижается к боли. Чувствительность снижается к боли. Это о чём говорит практически? О том, что когда человек использует приёмы ключа и выходит на состояние, ну, например, у нас, когда волну делают, или идеорефлекторные приёмы, или ключевое дыхание. Ну, вот как раз-таки там порог боли меняется, то есть душевные боли можно предполагать, как я вижу из нашей статистики. Постоянно люди говорят, на душе спокойно стало, легко стало, отпустило. И физической боли, естественно, это уже задокументированные данные давно, но интересно другое, к тому же. Я, когда потом делал этот доклад, Вейн, профессор, ну, очень известный профессор, но у него удивительные глаза были такие полупрозрачные. Познакомились мы с ним у нас в позистре на заводе Силуриус, где я работал в Абовяне много лет назад, в 84-м, 85-м году это было. И потом он меня в Москве, когда я был, пригласил, чтобы я там у него на кафедре сделал доклад. И провели эти исследования. Ну, я сделал доклад, и вот интересно, что было. Посмотрите, как реагировала публика. То есть, его сотрудники, его лаборатории. Вот, значит, они сидят, я делаю доклад, потом делают Вейн доклад обобщающий. А я сижу и слушаю, как он делает доклад. И в это время слышу за мной тётенька в белом халате сидит, но он сотрудница, да, в возрасте, достаточно мудром уже. И она говорит шёпотом, ну, слышно там, всем слышно, шёпотом другой сотрудницы. А почему он не записывает? То есть, про меня, почему я не записываю, что говорит Вейн? И я услышал это, и я говорю, потому что у меня память хорошая, зачем мне записывать? Вот посмотрите, вот интересно, правда? Вот она, сотрудница, она как бы делает замечания и удивляет, почему я за её шефом не записываю. Я так понимаю интуитивно, что этот человек высидел себе своё научное знание. Высидел, высидел своим упорством, любви к занятиям вот этим вот, с уважением большого к шефу. Высидел себе своим упорным трудом, но не головой. Потому что человек делает доклад, я просто понимаю, о чём он говорит, тем более он доклад делает по моим результатам. А она вот, видите, недовольная, почему он не записывает? Ей даже странным это показалось, почему он не записывает? Вот это же вот интересно, правда? А насчёт вот того, что... Ну я говорю, тут разные такие примеры, как проводились исследования, но насчёт этого я ещё могу вспомнить Бехтереву Наталью Петровну. У неё в лаборатории Камбаровой, Диляры Мухаммедовны, профессора, записывали энцефалограмму из вживлённых электродов глубины мозга у эпилепсиков больных, которым предстояла в последующем операция. Ну, в принципе, им по плану предстояла операция. Они уже сидели с такими повязками, потому что у них там были вживлены электроды внутри мозга. Это же институт клинической экспериментальной медицины в Ленинграде был, очень такой известный институт. Там под редакцией Бехтерева журнал «Физиология человека», у меня там две статьи опубликованы были в этом академическом журнале, это много лет назад. И вот, значит, эти боли с эпилепсией, я их научил с помощью ключа погружаться в состояние, и они записывали в этот момент с этих электродов, сотрудники записывали электроэнцефалограмму. И потом мне там акты были, исследования подписанные ученым-секретарем, это серьезно все было. И оказалось, что там иногда возникали такие электроразряды, как при прямой электростимуляции мозга. То есть, в принципе, когда человек, обученный ключу, вызывал у себя изменения состояния, вот такие глубокие изменения происходили в мозговых структурах. Их тоже актировали. У меня даже был отчет такой, вот такая пачка всяких этих бумаг. Это все было, это все было. И поэтому меня не удивляет, когда диспенс там или другие говорят, что когда они медитации изучают, что действительно в мозге происходят очень такие глобальные, можно сказать, изменения у людей. Ну, многие люди занимаются медитацией сегодня. Это очень приветствуется, потому что на самом деле Будда создал подход к нирване методом медитации. Но это же известно тысячи лет. И у меня тоже очень много людей, и вот из ковида, когда выходят из этого состояния, я их обучаю с помощью волны, и обучаю с помощью ключевого дыхания быстро погружаться в это состояние, где они черпают энергию, где они оздоравливаются, обретают силу духа. Мне кто-то там писал, я говорил об этом, что это как бы стяжание духа святого. Ну, конечно, это сильная штука, медитация, но кто против этого. Но дело в том, что не все могут быстро получать это состояние. И не все знают в мире о том, что его, это состояние можно использовать и для изобретений, и для творчества, и для самосовершенствования, более активного совершенствования, выработки желаемых способностей и навыков, сокращать курсы любого обучения. Не все об этом знают. И недавно мне вот написали в комменте в одном из прошлых роликов, например, шалтай-болтай, вот наше упражнение ключа, одно из упражнений, что это ж гонка. А я написал, что, ну, вот это же тысячи лет известно, вот это действие, это дети делают, и тысячи лет это известно из йоги, из древней индийской йоги, вот так стоять и болтаться туда-сюда. Но неизвестно же о том, что в этот момент надо переживать, о чем переживается. Это раз. И во-вторых, неизвестно, по сути, вектор внимания другой, не на качестве выполняемого действия, а именно на переживаниях. Переживай, пока переживается. Потом перестал переживать, уже обнуление происходит. А потом можно перезагружаться, вырабатывать новые отношения к стрессам, чтобы стресс помогал решать различные проблемы, личные там, изобретательские, творческие, какого порядка, какого хотите. Но там же это неизвестно, аж гонки и в йоге, это же все ключ. Поэтому, друзья, вот сейчас будет выходить новая книга, в день вару должна выйти в АСТ. И там будет, конечно, элементы ключ-2, которых раньше никогда в эфире у меня не было. И, конечно, многие люди, которые пользуются ключом, не догадываются просто просмотреть ролики, посмотреть ликбезы бесплатные, где можно задавать вопросы. И следующий ликбез будет, или вебинар будет. Тоже может там же в зону выходить, задавать вопросы, чтобы получать развернутые ответы. Ну как же так? Как же можно пропустить такое, что сегодня самое современное? Что сегодня ни один психолог современный, который не знает ключа, не может это дать, не может этому научить. нигде, ни в Италии, ни в Америке, ни в Греции. Они же у нас учатся, они ко мне пишут, говорят, научите нас. В нашей школе человек будущего, хомо футурус. Мало того, у нас учатся еще создавать науку человечности, потому что, когда человек выходит на это состояние глубинной безмятежности, у него там происходит самоидентификация, у него там происходит раскрытие его собственного творческого начала. Если он начинает с минуса, допустим, стресс высокий на шкале, на градуснике нашего напряжения, и выходит на ноль, на нирван, то в этом состоянии безмятежности, глубокого состояния душевного покоя, там, где я, как говорил вначале, боли нету, она не проникает. Там он может понять, кто он есть и чего он хочет, и как легче этого достичь. И там он становится человеком, потому что вот это вот состояние, когда он в стрессе, он робот. Вот мы все боимся чипирования, да? Роботами стать. Так он же всегда чипируется, когда он в стрессе находится. Он же в стрессе, он в смятении, у него инстинкт выживания только работает. Бег, беги, застынь. А здесь он может эту энергию напряжения, этот страх трансформировать в свои новые достижения, как стресс-трамплин. И создавать шедевры, да. Я вам рисую, видите, для вашего настроения. Там, а с гитарой под лодной. Ну, там месяц виден. Хорошая картина. Напишите комменты. Друзья, вебинар у нас будет в субботу в 20 часов. Я вам рекомендую. Активнее выходите в зум. Готовьте зумы. Задавайте вопросы, чтобы получить максимально развернутые ответы. Уверяю вас, в мире этого нету. Я-то знаю. Я же специалист. До встречи. До встречи.